Всем привет! С вами канал Артмания. Готовлю я ужин. У нас сегодня язычок и будет макарошка. Вот это вот. Здесь у меня мацони делается. Это будет отдельный ролик у нас. Вот такие макарошки я хочу попробовать. Не знаю, будет Дима, как он их вообще будет жевать. Не знаю пока. Да? Оденься. Сандальки одел. Кофточку принеси, я тебе одену. Вот. И также буду готовить сейчас салат. У нас сегодня салат. У Димочки будет морковка. Не знаю, она по-моему немножко жестковатая. Я не очень такие люблю. Я люблю, когда она хорошо сварена и мы ее обычно кладем в салат. Вот. Но сегодня я не успела ничего сварить. Записывала целых два ролика, два мастер-класса. Не мастер-класса, а два ролика. Потом монтировала, смонтировала. Наконец-то ролика, наверное, 3-4. Хотя бы идет какое-то продвижение. И прям даже становится очень-очень приятно. У нас наконец-то дождь, представляете? Вернее, даже град. Маленькие градинки. Я вижу, что они у меня отскакивают от подоконника. Там еще пока что ничего не видно. Он только-только начался. Но маленькие, прям малюсенькие градинки есть. Зима никак не хочет отступать, не хочет уходить, никак все. Так, ну вот мы с вами сейчас будем готовить, кушать. У меня такой вот огурчик. Я обычно огурчик всегда очищу для Зимочки. Он что-то уже мягкий какой-то. А моего мама дала. Видать, он у нее уже полежал, наверное. Не знаю, откуда она его взяла. Обычно у нее все свеженькое. Он уже такой повял. Наверное, в магазине лежал долго. И ждал своей очереди. Вот, у нас будут макарошки, как я уже говорила, и язычок. Вот, язык я уже до этого его отварила. Я просто положила в морозилку, потому что у нас было два языка. Думаю, ну, потом его достану. Он жестковатый. Сейчас я его решила второй раз отварить. Пускай он там покипит пока. Дима у нас там бегает. Дима поспал, да? Поспал Димочка у нас. Наконец-то он стал идти спать уже с удовольствием. А то еще недавно в сечение, наверное... Иди, кубики, где твои? Кубики, пособирай домики свои. В сечение нескольких... Наверное, в сечение месяца-полтора он начал уже наотрез отказываться спать в обед. И как бы ребенку на тот момент было два года и восемь месяцев. Я понимаю, что это еще рано. В садике же, вспомните, мы всегда спали. В это время в обед мы всегда спали. Как бы рано еще отучать ребенку спать. Ну, вернее, не спать в обед. И вроде как он отказывается со слезами. Ну, тем не менее, ложился и засыпал. Вот. Если он долго не спал, я ему всегда говорю. Давай, чем быстрее ты уснешь, тем быстрее ты проснешься. И мы будем с тобой играть. И он тут же ложится и старается уснуть. То есть это прям очень такой... Отличный такой аргумент, чтобы поскорее уснуть. Ну, вот. Или, допустим, вечером на прогулку пойдем. Давай быстрее засыпай. Чем быстрее ты уснешь, тем быстрее он как бы... Да, проснешься, и мы пойдем с тобой гулять. И он прям сразу все ложится, старается уснуть. Такой прям классный малыш. Не знаю, как у вас. Расскажите, кстати, по поводу этой темы. Интересно. Что вообще у вас так темно-то? Одна кастрюля у меня нормально закипает, быстро. А другая, видать, получше немножко по качеству. И она долго закипает. Нужно ждать. Вот. Так, капустка. У меня капуста айсберг. Там уже полежала тут немножко. Так, откуда у меня ее отрезать-то? Вот отсюда, наверное, отрежу. Бабушка у нас говорит, ну, моя мама, что якобы Дима ест эту капусту, но, блин, что-то мне ее совсем плохо ест. Сейчас попробуем ее порезать кубиками. По-моему, она говорила, он ест. И так, и всякое что-то пробовала. Но что-то он никак не хочет ее кушать. И кусочками я пробовала. Вот, короче, сегодня я записывала вам ролик, как сделать мацони. Уже в каком-то, по-моему, влоге. Помнится мне, я рассказывала про мацони. Каким я его пробовала и где я его пробовала. Вот, наверное, вы уже послушали. Так, наверное, достаточно вот этого. Вот это мне. Да, что-то мне большеватый. Надо еще порезать. Вот, короче, у нас вот так вот проходят дни. Сидим дома. Уже так хочется выйти на улицу. Смотришь, на улице народ гуляет, конечно. Да, гуляет. Очень много гуляет. Уже хочется, честно говоря, и шопингом позаниматься. И тут как раз уже начинается дачный сезон. Мама говорит, что зиму возьмет теперь не скоро, потому что выходные теперь дача. Я думаю, блин, почему я шопингом не занялась зимой? Думаю, почему я ставила все это на лето? И, как назло, у меня еще нету кроссовок, вдобавок. У меня совсем старые кроссовки. Я их ношу уже в течение, наверное, лет так пяти точно. Вот. Они уже старенькие, уже не такие красивые, не такие модные. Но они очень-очень мягкие. Они мне очень безумно нравятся. Если вот для путешествий, допустим, пешком, или много ходить. Вот на сплоходе, кстати, мы ездили. Я одевала их, потому что много ходить надо. Как бы у других кроссовок больно не походишь. Так, капуста у нас опять остается. Диме я еще добавил морковку порежу. Вот. И они прям вообще шикарные. А я хочу что-нибудь такое помоднее немножечко. что-нибудь такое получше. Ах ты, блин, она не чистится. Обычно я вот всегда чищу морковку перед тем, как ее сварить. Чтоб потом вот не мучиться. Вот это вот потом мучение. Знаете, мне дала мама эту морковку. Я должна теперь мучиться. Ну, как вот это вот снимать все. Гораздо же проще такой штучкой. Чик-чик-чик, и все. Ай. Поэтому я не люблю всякие вареные овощи, фрукты брать от мамы. Может, проще самой сварить. Почистила ее и сварила. Чем вот. Ты же тратишь время. Вот так, не кипает эта вода. Кушать. Да, у нас, кстати, с Димой сменился время ужина. То есть, раньше мы как-то садились с ним ужинать позже вечером. Вот. Как-то очень поздно мы прям садились. А сейчас мы стали садиться пораньше. То есть, у нас исчез полдник. Я подумала, смысл этого полдника. Потому что он наедается на полдник. И на ужин, соответственно, кушать уже не хочет. Даже если совсем чуть-чуть, я замечаю, что на полдник, вернее, на ужин у меня ребенок уже очень плохо ест. Поэтому мы решили сделать по-другому. У нас теперь где-то в 6 часов мы садимся. В 5-6 садимся ужинать. То есть, он просыпается у меня где-то по-разному. Сейчас, кстати, спать очень стало хорошо. Долго прям спит. Вот он просыпается. И мы садимся кушать. Ужинать. Ужинаем. Потом идем смотрим мультики. Его, наконец-то, стали интересовать разные мультики. То есть, еще где-то до этого я все пыталась, чтобы его заинтересовали мультики. Но нет. Его никак они не интересовали. Никак. Вот. Короче, все вот это вот мы с вами берем и отправляем теперь варить. И будет это у нас с вами шаурма по-русски. Ладно, я шучу. Шучу. Ну, блин, вообще так классно смотрится. Такой уже вялый листочек. Все завернул. И прям супер. Можно пожарить и скушать. Положу все сюда. Так. У Димы у нас получается не то чтобы салат, а скорее просто я нарезаю. Нарезаю вот так вот. Штучками такими. Ну, кусочками, короче. А у меня салат. У меня салат. И сейчас мы туда будем с вами что-то добавлять. О! У меня наконец-то закипела моя. Вот она наша макарошка. Вариваем. Что-то я немножко, мне кажется, может многовато взяла. Вот такой стаканчик. Ну, не знаю. Посмотрим сейчас. И воды, кстати, я много налила. Ну, я думаю, здесь на двоих хватит. Папа у нас приходит попозже вечера. Он работает допоздна. Поэтому ему я потом буду готовить лучше посвежее отдельно. Вот. А мы кушаем. Как раз Димочка покушает. Потом у него мультики начинаются. Там интересные очень мультики про самолётики. Такой, правда, действительно интересные. Малышарики ему уже надоели. Не особо. Потом там, если до 9 досидеть, то там потом алфавит изучают, цвета изучают. Вот. Но иногда мы сидим, когда у меня меньше монтировать надо. Может быть, кстати, сегодня посидим. Потому что я в обед очень много смонтировала. Выложила довольно много. Поэтому, наверное, посидим мы сегодня. Там и цвета, и буквы. Вот это его прям очень интересует. Особенно буквы. Цвета, цифры. Так. У нас что там? Закипает что ли? Так. Так. И должна вариться она у нас 9 минут даже. А, ну, наверное, вот это 9. Это, кстати, из фикс прайса. Мне очень понравился по макарошкам. Она такая, знаете, не слипается. Самое главное, она не липнет. Когда ее наложишь в тарелке, когда она лежит в тарелке. Это вот прям самое главное такое. Вот. Поэтому она мне нравится очень. Так. Ну все. Пускай она там все у нас само варится. А мы с вами вернемся к нашим баранам. Так. Конечно же, я буду сыпать сюда специи. У меня вот тут кориандр молотый. Он так бесподобно пахнет. Это прям вообще что-то с чем-то. Добавляю я его всегда много. Потому что я его не знаю, почему. Ну, я его не чувствую реально. Я его не чувствую. Я его чувствую, только когда его много почему-то. Добавляю я его постой. Да. Добавляю я. Добавляю я. Чего? Чего там? Там домики? Там домики? А. Так. Вот тут у нас чесночок с вами. Так. Чуть-чуть его поменьше. А то в прошлый раз я его добавила. У меня прям было острое очень. Из него я, кстати, хочу сделать соус. Ну, не знаю, правда, когда я это сделаю. Майонез. Вот такой майонез, кстати, я на него сделала обзор уже. Он тоже где-то там выйдет. Это я покупала в Светофоре. Большая пачка. Всего 60 рублей. А здесь 750 грамм. Ну, почти 800. 50 грамм, не знаю, плюс-минус. Или сама пачка 50 грамм, что ли, весить, не знаю. Короче, такой вот рик. Он более состав натуральный. Хотя, честно говоря, до появления ребенка я вообще не ела майонез. вела здоровый образ жизни. А вот после беременности не могу остановиться. Меня так и тянет на всякие кириешки, чипсы, лимонады, майонезы. Блин, не знаю, не могу. Ребенку уже 2,9. Уже 2,10 будет, там, наверное, пока этот ролик выйдет. Но, блин, я не могу остановиться. Еще вдобавок, знаете, я подумала, раз уж мы живем, нужно кушать все и пробовать все. Ну, конечно, за исключением там каких-то всяких гадостей, но все равно. Вот, пока мы живем. До этого я вела здоровый образ жизни и все прям такое у меня было. Здоровая пища без всяких там всего такого. Да, Дима? Да, да. И всем, конечно, это все прививала. Бабушка, ой, господи, свекровь со свекром, когда я к ним в семью пришла, они все время ели всякую гадость покупали, особенно лимонады дешевые. Мол, дешевый лимонад, он натуральный, там, та-та-та. Там, что-то я помню, последний лимонад был с ароматом, со вкусом, вернее, фейхуя, фейхуа, вот, и я помню, вкуса от него вообще никакого не было. Просто зеленый лимонад и сладкий, то есть много сахара и все. И стоил он что-то прям вообще там дешево очень. Вот я помню, как они мне доказывали, что нет, это натуральный, нас обманывать не будут, зачем это натуральный лимонад. Я говорю, натуральный лимонад это когда газировка и варенье. Я помню, как в детстве мама просила купить мне кока-колу, а мама говорит, кока-кола есть у нас дома. Я прихожу домой, наливать мне минералку, по-моему, была на тот момент минералка или не было, не помню. И добавляют туда варенье какое-то темное, может быть, смородиновое. Перемешивают такая, говорит, вот кока-кола, пей. Я помню, вот так вот. Я так пробую, мама, это совсем другой вкус. А ты распробуй, ты попробуй еще, еще попробуй. И вот так в итоге выпиваешь и так вроде. В принципе, ну ничего, так это вкусно. Вот. А там очень тяжело было, кстати, их настраивать, вернее, менять их. Но в итоге они все-таки остановились на дешевом квасе. И, по-моему, по сей день они пьют его. Думаю, ну ладно, квас так квас. Думаю, лучше вы купите воду тогда уж газированную. Вот еще недавно свекровь покупала трехлитровые такие были бутылки с соком. И в советские времена я потом узнала, читала об этом. Они были натуральный сок там был. А сейчас, конечно, там всякая какая-то химия. Она даже на сок не похожая по вкусу. Просто какая-то гадость. Ну, лично для меня. То есть, человеку, который сидел на здоровом питании много-много лет. Вот. И, то есть, вот ходила, бегала, покупала, прям приносила эти трехлитровые банки. Но самое, наверное, ужасное было то, что она эти трехлитровые банки просто коллекционировала. И у нее был полный шкаф забитый. И потом я узнала, что еще, оказывается, и гараж тоже битком забит этими банками. Вот. То есть, блин, даже до такого доходило. Нет, я даже, если честно, я даже сок не покупаю. И даже детские соки я ребенку не покупаю. Проще делать сама. Вот. Вот этим летом, кстати, я буду делать уже яблочные соки ему сама. Он будет, я думаю, с удовольствием пить. Потому что в прошлом году он все равно был еще маленький. Как-то не особо. А вот в этом году он уже все понимает. Я думаю, с удовольствием ему понравится. У меня есть соковыжималка. Вот. Стоит, все ждет своего часа. Вот, короче, так вот. Соки. Соки я не люблю давать ребенку. Там очень много сахара. И я не хочу, чтобы пока что мой ребенок кушал сахар. Ну, наесть еще сахар. Это все будет потом. Со временем. Со временем. Да. Вот, кстати, тоже сейчас буду делать сок с вами. Здесь, кстати, у нас с вами гранатик. Есть вот такая вот толкушечка. Она, кстати, видите, уже вся красная. И вот так я делаю ребенку сок. Он делается довольно легко. Когда в пиалочке чуть-чуть. Но бывает, все эти брызги эти разлетаются. Я потом их нахожу на стене. На кухонную гранатурица на нем делаю. Да? С кем мама болтает, скажи? Мама. Ты с кем болтаешь? С камерой? С камерой. С камерой болтает, да. Пока с камерой. А когда смассирую, выложу в YouTube, будет как будто бы с подписчиками своими болтаем. Да. Вот так вот мы делаем сок ребенку. Сок. Сок. Сок, да? Да, сок. Мама тебе смотри, делает. У тебя еще молочко сегодня. Сейчас мы с тобой макарошки будем кушать. С язычком. Там язычок у нас с тобой. Потом ты будешь салат есть. Молоко, сок у тебя. Еще киви, кстати. Яблоко мы с тобой на обед скушаем. Да, яблоко мы кушаем на обед. То есть овощи, ой, фрукты вернее. Мы тоже, конечно же, едим. Обед. Бананы там еще бывают. Бананов сегодня нету. Вот. Все. И потом я вот это переливаю, а косточки съедаю сама. Не знаю, прям они мне что-то очень нравятся. Так. Ну, они там вроде как кишечник чистят. Там все такое. Вот. Пока что мы их с вами отложим. И сейчас будем доставать с вами язычки. Мы с вами прям так классно поболтали, что там уже у меня 21 минута. Так, тут что-то мне хлеб спотел. Сейчас я еще бутерброды буду делать. Захотелось мне почему-то макарошку с луком. Когда я открыла язык, я почувствовала, что там пахнет зеленым луком почему-то. Хлеб уже заканчивается. Только вчера сделала я хлеб, он уже заканчивается. Офигеть. То, блин, неделю целую лежит, съесть не можем никак. То заканчивается как по-нормальному там за 5 дней, то никак. Вернее, то съедаем быстро, быстро. Сегодня, короче, решила сделать все сразу, побыстрее, чтобы не... Да, чтобы... Так, какой тут? По двеней себе возьму. Себе побольше, зиме поменьше. Батюшки, это что там такое? Это кто это там сидит? Дима принес стул и сел такой впервые, чтобы слушать мамочку. О чем это мама болтает с подписчиками, скажи? И так долго я уже голодный, скажи, хожу. Сколько там можно уже болтать? Ну, я готовлю, сына. Сейчас я бутерброды сделаю, мы с тобой ручки помоем и кушать сядем. Там пока макарошка твоя остывает. Давай, иди пока. Ты будешь сидеть там? Ты будешь там сидеть, да? Димочка, вот ты какой Дима. Ты как будто в садике фотографируешься. Да? Мама сидит, да? Мама сидит. Возвращаемся к нашим баранам. У нас уже, смотрите, язычок. Язычок, кстати, Диме я отрезала отдельно, положила, потому что он сейчас его наест и ничего есть больше не захочет. Как в советские времена было, я помню, бабуля рассказывала, что многих семьях детям мясо дают потом. Из борща вынимают и дают в самый последний момент, чтобы ребенок все сначала скушал, а потом самое вкусненькое мясо. У меня в детстве было наоборот. Ну, мне так же делали родители, но я мясо не любила. Любила. Потому что всегда было очень жесткое такое. Жуешь эту жвачку там по три часа и в итоге не можешь ее там проглотить в итоге. Поэтому я не любила. Я любила как-то с детства курочку. Это вот да. Но мы как-то ее покупать стали позже что ли. Я сейчас даже не помню. Так, Димочке я кладу поменьше масляца. Ему много не надо. Дима, не ходи туда. Вот. Диме чуть-чуть поменьше. Рано ему еще так много есть масла. Сколько его ем я. Я очень люблю масло. У меня папу прям вообще огромные куски масла. Ну, ты такой, знаете, большой кусок масла намазывает на хлеб и ест. Так, себе я сейчас возьму старый сыр. Дайте тебе посвежее немножко. масла. Разделицу на три части. Разделица. девица. Чуть-чуть не хватило. Кстати, очень классно, что, вернее, долго хранится сыр именно вот в таких вот такой пищевой пленке. В магазине пленка или мамина. Хотя нет, мама резала. Я люблю вот эти штуки всякие. Еще, знаете, меня в детстве всегда удивляло, что... Так, это, наверное, выкину. То, что бывает в цифре... Ой, в сыре находится какая-то цифра. Вот. И, кстати, нужно еще у сыра срезать вот эти вот ребристые корочки, потому что... Ну, мама всегда так говорит, я всегда срезаю, потому что сыр ими где-то там лежал непонятно где, возможно, тут грязные или что-нибудь там, микробы какие-нибудь собираются. Короче, мы все это всегда отрезаем. Ну, я ребенку не даю, сама съедаю. Вот так вот. Ой, что-то тонкий какой-то получился. Я его сама съем. Что-то другой сыр какой-то. какой-то, да? Да, Тебе прям кусок огромный. Кусок такой. Опа, батюшки. Как он? Вот. Отсюда. Отлично. Так, ладно, пока я одену его сюда. Сейчас уже, кстати, кушать начинает хотеться. сейчас мы сядем с Димочкой кушать. Это мы убираем. Это тоже все убираем. Так, а в качестве напитка у нас будет, скорее всего, просто водичка. Уже как-то так привычнее. Не проще. То у него то аллергия выскакивает от чего-нибудь, то от чая, то неизвестно от чего, то не знаю, короче. Пока мы сейчас эту аллергию долечиваем в итоге, пока не будем никакие делать чай. Еще надо перемешать. Ступились немножко. Ну, вот она чуть-чуть смотрится слепился, а так надо же было убежать обязательно. Вот так вот. Ну, все, пожелайте нам приятного аппетита. Сейчас мы пойдем ручки помоем. Так, Дима, попробуем макарошку. Как она тебе на вкус? Длинный, говорит, такие длинные. Жуй, только ее как следует жуй. Жуй, молодец, жуешь. Да? Жуешь. Ну, все, мы садимся кушать. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмани. Я Артмани. Да, и мы кушаем. У нас вот целый прям застолье. не роняй. Да, Димочка, у нас застолье, скажи, целое. Целое застолье у нас с тобой. Всем пока-пока. Пока.